Hi my students! Сегодня очередная суббота и рассмотрим девятую заповедь. Вот опять же по нашей этой книге про Террия и Попова «Нравственное богословие для мирян». Девятая заповедь гласит «Не послушивствуй на друга твоего свидетельства ложно». Здесь двойной вред. Во-первых, и друга подводишь, ближнего своего, и сам себе наносишь вред. Ложно-свидетель записывается на тебе, это грех. То есть это очень большое согрешение. Кто отец служит? Ну, в Евангелии это ясно написано, это уже сатана. Кто ставит князей мира всего? То есть руководители теневого правительства, руководители государства, тайных общества и так далее. Кто ставит? Сатана. То есть все они служат сатане, мамоне, кто кому? И те, которые служат Богу, их не видно ни на экране телевизора, нигде. И вот произведение, вначале было слово «то от Бога», а потом оно искажение, и получилось искажение. И в результате вот этого искажения Слова Божьего появилась всеобщая ложь, которая захватила всю землю. Мы ее слышим, эту ложь, по всем средствам массовой информации. Через телевидение, радио, газеты. Усту его слышим распространение лжи через сарафанное радио. И, как говорится, телеграф, женский телеграф. Мы слышим ее в рекламе, слышим, заходя в любое учреждение, государственное или медицинское, и другое учреждение. Мы слышим одну сплошную ложь. Мы слышим ее в выступлениях думских парламентариев, членов правительства, и крупных чиновников, министров и так далее, и своих местных властей. Как можно определить? Очень просто определить, вот, человек лжет или не лжет. Ну, он употребляет определенные слова, этот человек, начальствующий. Он и показывает себя по телевизору, думает, что он делает лицо такой вот девочки невинной. А самому мужику уже 62 года. А он на себя такой устроит, девственницу. Что, мол, и откровенно, нагло, лжет, даже не краснеет. Как можно определить? Вот, этот лжец, высокопоставленный, он начинает с чего? Он начинает с процентов. Вот у нас столько-то процентов увеличилось в ВВП, допустим, говорит. Или вот у нас там руб укрепился, или у нас инфляция составила столько-то процентов. То есть, вот это слово процент уже должно слушателя насторожить. То есть, все можно сразу радио выключать. Это, значит, ложь будет стопроцентной, как говорится, тоже процентной. Также вот ложь, она, еще, как определить? Они обычно говорят, эти вот политики, и все. Мы, значит, сейчас трудное время, но мы достигли дна. А дальше будет только улучшение. Вот, ну, нам нужно еще вот столько лет. Мы 20 лет тут сидим, обираем, мы настроили дворцов и дач. Но нам еще мало этого. Нам для того, чтобы улучшить нищих существование, нам нужно еще лет 5-10, как сказал вот наш предыдущий товарищ Толыпин. 20 лет мира, и мы будем все жить, как конфеты. То есть, они кормят завтраками нас. Завтра, завтра, завтра. Не сегодня. Это второй признак вот этой явно политической проституции, политической лжи. С другой стороны, они, значит, заявляют, что мы печемся о благе народа, о всеобщем благе, о справедливости. Сейчас у них еще слово «справедливость». Как только мы усложим справедливость из уст этих людей, имеющих дворцы за границей, то мы тоже можем эту ложь выключать. Это будет сплошная ложь. Никакой справедливости о них никогда не дождешься. Вот яркий пример. Вот комсомольская правда казалась. Ну, взяли название, взяли советское название. А что там передают? Вот взять два полковника, Баранец и Тимошенко. У Баранца там внучки живут во Франции. Ну, он такой патриот. Вот посмотришь, вот он там даже ругается на слушателей, отзывается этим словами. Он агрессивно себя ведет по отношению к слушателю. Тоже можно заметить, что это агрессия. Вот мы против популистских мер. Популизм, мы не из-за популизма. Это тоже один из признаков вот этого политической проституции, политической лжи. Обмануть народ. Следующий тоже, когда в политике используется эсхатологический принцип, приемы. Допустим, такие вещи, как загрязнение окружающей среды. И это, когда политик употребляет эти вещи, то и вбрасывается это также вот среди политических новостей. А дальше события в космосе, там какой-то там метеорит, скоро приблизится, в земле конца света, инопланетяне. Вот у нас кругом инопланетяне, все они вредят инопланетяне. Это тоже явный признак вот этой политической проституции. И отвлечь внимание, это так делает карманный вор. Он, значит, один отвлекает внимание человека, а второй его обкрадывает. Вот это все пример лжи. И дальше, ведь само по себе государство, это есть тоже концентрированная ложь. На что существует государство-то? На средства, которые оно отнимает от народа. Что оно дает взамен? Взамену оно дает только репрессии. Тюрьмы, там каторги, работы, бесплатный труд. И налоги колоссальные. По все время повышаются налоги. Куда они, эти средства идут? Ну, казалось бы, вот на поддержку пенсионеров. Да, это на поддержку пенсионеров. Но она, эта поддержка чем оборачивается? А пенсионеру тоже делает. Вот мы тебе благодетесь, и мы тоже ему лезем в карман. Через ЖКХ, через цены, вот эти вот магазины. И у него пенсии уже... Вот мы подняли пенсии вам сегодня, с первого числа, на 700 рублей. Приходишь в магазин, а там все цены поднялись. То есть, вот это вот повышается. И дальше, а в июле уже квартлата опять повысится. А дальше за него, этого бедного пенсионера, еще в ЖКХ, там все тарифы от электриков все время повышаются. Вот это явный пример тоже лжи. И фактически получается, если разобрать с простейших продуктов, хлеба, допустим, хлеб, вода, хлеб, вино и елей. Вот возьмем самый дешевый хлеб. Какой у него качественный? Оно все время ниже и ниже, ниже. Там уже непонятно какой сорт, в общем, который скоту скармливается. Дальше, вино. Вино-то у нас все время растет. А как в Библии сказано, дай стражащему немного вина, и он забудет свои все скорби и печали. То есть, в Библии она не отрицает вино, как средство утешения стражащего. И возьмем даже вот это масло, елей. Ну, мы не будем говорить, это животные масла. Мы будем говорить самое простое, что пенсионеры растительные масла. Какого они качества? Что туда-то за нефтепродукты замешивают в эти масла? И невозможно даже, они на запах даже неприятны. Все растительные масла. А цена на них очень огромная. Все равно, что на это выше, чем на ГСМ в три раза. А это чистый ГСМ. Горючее, смарочное вещество. Оно не растительное масло. Вот, а ведь, что царь Давид-то нам поет в салмах, там поет. Спокойно ложусь я и сплю, когда у них хлеб, вино и елей умножились. То есть, у народа. У них, он имел в виду народ. Тогда правитель только спокойно может ложиться и спать. Ну и плюс, это говорится о качестве. То есть, таким образом мы различаем ложь на вот этих трех простых примерах. Зайдите в магазин, найдите вы хорошее растительное масло, хороший хлеб. Я вас увеняю. Это даже если вы заплатите большие деньги, это будет сплошной разрыхлитель и тот же самый третьего сорта мука. С хлебом он пахнуть не будет, старым деревенским, ржаным или пшеничным. Вот это три момента лжи. Ну, я не говорю уже вот об этих законах, что бешеный думский принтер печатает эти законы. И что там они возникают, это неизвестно. Это тоже сплошная одна ложь. Ну, возьмем вот мы, например, нашу любимую всеми Наталью Поклонскую. Это же всеми любимый и уважаемый человек. Ну, вот даже на ней отразилось, вот она только успела в думу прийти, и вот этот дух думской вот этой лжи ее пропитал. И она стала выступать против... Еще кинофильм не вышел, она начала против кинофильма. Она его еще не посмотрела, а она уже против. Как же, вот святой же, говорит Николай Второй, это был святой. А она ведь Поклонская-то, она не читала Евангелие, она не читала Библию. Но она поставлена на такое высокое место, где даже можно, не читая, не зная, можно критиковать и в СМИ вбрасывать вот это вот всю негатив про вещи, которые она не знает. Ведь в Евангелии, почему попыта нами манипулировать, как хотят? Потому что они читают это Евангелие и переваривающие так, как им надо его. Но они не пишут там, где вот нам выгодно вот это вот. А что там написано? Никто не свят, только Бог один. Один Бог только свят. Вот в этом единство единобожия заключается. Святости только одного Бога, одного Бога, в Троице единого, как Отец, Сын и Дух Святой. Вот Дух Святой, он только свят, мы его не видим, не слышим иногда, слышим мы, не видим. Но он именно питает и все, освещает всю землю, кто его принимает, кто его не оскорбляет. А мы оскорбляем Духа Святого, чем? Все время оскорбляем, что мы называем это святой. Памятники ставим мы зуверам, типа Ивана Грозного, тоже у нас святой оказывается, этот Иван Грозный. Это такая личность. А что он делал, этот валют, он уже больной был человек-то. Больной на всю голову. В результате, как говорится, лечения всех венерических заболеваний, которыми он страдал, этот свинец, ртуть, которую он пил, повлияло на его голову. Он же что, опричненный. Дальше он договорился до того, что его спросили, он с иностранцами общался, его спросили, вот вы русский царь. Он сказал, нет, мои предки были германцы. То есть он свободно тут убивал городами. Новгород там великий уничтожил, и сжег, и людей всех побросал в реку, поубивал. И многие другие вещи, таких, как говорится, устоев всех подрезал, самого исконного дворянства, боярства, который там существовал, он подрезал всю элиту, уничтожил. Он занимался тем, что занимаются сейчас люди. Почему и памятник там? Потому что сейчас вот элиту они все выбили, то, что была социалистическая элита. Она вся уехала за границей, или здесь ее деклассировали. Она пошла на рабочие должности работать, и на другие гипоспециалисти. Вот тем же самым. Ну, а часть, конечно, просто поубивали вот как вот-то. Многих же поубивали, журналистов, там политических деятелей, ученых. Особенно очень много ученых убивают. Вот если взять статистику, там по Москве, это просто уничтожение этих ядерщиков, потом по автоматике телемеханики ученых. Это десятки, сотни человек. Кто в генетике этих ученых? При неожиданных обстоятельствах. Кого сбила машина, кого отравили, кого просто там укололи чем-то, потом не найдешь ничего. Вот это так же ведь, как при войне груза. То есть элита вся выбивается, и на поверхность кто? Те, которые угодно, которые живут по понятиям. Не по законам, а по понятиям. И это считается по понятиям, то это справедливо. Если ты по законам живешь общаков, которые вот у нас эти офшоры, это и есть общаки, организованные бандитским группированием. И вот яркий пример вот этого всего. Это убежали два депутата. Ой, какой кошмар. Это два вот этих вот, значит, певица наша знаменитая, это Максакова с ее кроличком, муженьком-кроличком, убежали, полковничком. Убежали вот на Украину. И они до того были хорошие, свадьбу сыграли, все. Были свои люди. Ну, как только они вот немножко вот шаг влево сделали, все, они стали уже неугодно, против них сразу сформировали. Оказывается, их с 11-го года уже знали, что они ведут не правовую деятельность, не укладывающую в рамки уголовного кодекса деятельность. А спросили, когда зюгановцев этих, почему же вы их не исключили в 11-м году из партии, его, этого кроличка из КПРФ-то. Так эти зюгановцы отвечают, а нам деньги нужны были. Он же миллионер, он же платил в носу в нашу партию. И мы его держали как попутчика. Вот видите, она двойная. Как переплетается вот эта вся ложь, вот эта она нагромождается вся. То есть мы вот это терпим преступление, когда выгодно нам материально. То есть когда мы с этого преступления что-то имеем. И мы это терпим. Вот это на уровне уже председателей фракции. Зюганов и Единая Россия. Вот это наш Макс Таков. Единая Россия, вот это наша Наталья Краса, девица Краса, генерал от инфантерии. Кстати говоря, как она, как специалист-юрист, она, конечно, высокого класса. Но когда она попала в дом, она заразилась. Это же все вот это. Почему? Потому что не читает Евангелие. Никто это Евангелие не читает. Потому что так же, как и закон, вот они штампуют эти законы, но никто их не знает, не читает. Сейчас вот эти микрозаймы. Женщина попала на этих микрозаймах, с нее чуть ли не 2800 процентов, 2800 процентов. То есть она 10 тысяч взяла, а с нее в 2000 раз больше требуют. И все это законно признали. Налоговая признала законно, исполнитель, суд признал законно. Что это законность нет. Она, как же, она же распит. Подпись есть электронная. Она же через компьютер какую-то подпись передала. Она ничего не передавала. Просто копии паспорта в этом едином центре из нее. Берут же копии паспорта все время. В МФЦ, в этом центре-то, многофункциональный центр. Где обслуживаются вот эти вот пенсионеры, там субсидии, все. У нас паспорта сразу сбривают. А к кому они потом, эти паспорта попадают-то? К жуликам. Вот. И на этом основании оказалась вот судья-то. Вот судейская система, она же. Смотрите, как разложена она. Любой судья, даже дураковатый судья, вот даже вот мне дошло сейчас, мне подсказали тут по радио. А как же, говорит, судья-то не спросила, куда поступили эти деньги микрозайм-то? На какой счет? Ведь вы его перечислили. Получала ли она на этот счет? Ей ли принадлежит этот счет? Даже судья не догадалась задать себе вопрос. Ни судья, ни адвокат, никто. Ни прокуратура, никто. То есть полный беспредел, кругом одна сплошная ложь. То есть в законодательной системе ложь, а в исполнительной системе ложь, это уже тот товарищ, айфончик, кто у нас руководит правительством, уже совершенно это, аутил, он же дебил. Вот он же выступает как дебил. Это клинический случай. Человек, он даже элементарных вещей не понимает. Он не понимает, что, как это ты сказал, что вот ВВП увеличилось на 0,1%. То есть это значит он точность измерения ВВП должен иметь по крайней мере в 5-10 раз выше точность. Ну в 3 раза хотя бы. То есть у него должна быть сотка. Это самая арифметика простая. Но у него ВВП увеличилось на 0,1%. Представляете? Это надо... То есть я вот раньше говорил об этом, что как только человек скажет процент, а это айфончик он наш говорит, скажет все время. Слово процент у него начинается с этого. Это уже политическая проститутка. Если, как говорится, процент люди не понимают. От чего процент? От прежнего максимального или от этого теперешнего состояния. Процент можно вычислить по-разному. Можно от усредненного взять, показать. То есть процент – это вещь неопределенная. А вот понятно, допустим, так. Вот налоги. Налоги 13% что такое? Вот 13% со всех. Хоть ты чубаешь, хоть ты не чубаешь. Хоть ты этот самый, Квачков. Из Квачкова 13%, то есть Чубайса 13%. Ну что значит? Ну вот 100 мешков картошки, допустим, Чубайса выкопал. Из нашей земли-то. И из этих 100 мешков он 13 мешков должен отдать. То есть это процентов не надо считать. Со 100 мешков, 13 мешков картошки должен отдать. Так же и Квачков, если он 100 выкопал, тоже 13. Но 10, если выкопал, 1,3 мешка. Вот все эти проценты. Но 0,1% это сосчитать невозможно. Точности такой статистики не хватает, чтобы это сосчитать. Вот это ложь уже в исполнительной системе. Что касается роста промышленности, достигли дна и так далее. Все это мы знаем. И как они потом говорят, денег нет. Это же ложь сплошная. Если всем известно, что там не используем средства, за прошлый год триллионы рублей лежат в правительстве, в банке. Не используем. Деньги нет. А куда? Постепенно в офшоры их вывезти даже не могут в офшоры, потому что их очень много денег. Переводят мелкими портами. Если крупными перевести, ну там уже, получается, дела будут им шить. А они мелкими, вот видимо, и не успевают за год эти триллионы туда перекачать. Десятки триллионов. Там уже где-то 80 триллионов прокачано в офшоры этих средств. Триллионы. За эти триллионы можно было создать три таких государства под ключ, со всеми новыми домами, дворцами. И даже любой бомж мог бы жить в пятикомнатном отеле. В отеле класса, в пятикомнатном отеле, в пятизвездочном. Вот такие у нас денег нет. Значит, это тоже ложь сплошная, потому что грабит народ, а средства потом не расходуются в их промышленности для обеспечения тех же вот текстильной промышленности, продовольствия, вот этого хлеба, вина и елея, как говорится, как царь Давид-то писал, что мы должны вот это вот обеспечить, прежде всего, качественно. И тогда можно спокойно спать. А они спокойно спят, народ там погибает, на Донбассе там нет, ну, плевать, пусть мы же спокойно, главное, спим, в бассейне наплавались. И все в порядке. Так это я вот введение такое небольшое, но мы должны все-таки по поводу обратиться, мы должны к первоисточникам, что тут, какие виды бывают, клеветы. Вот клевета, это самое такое распространенное у нас, вот это клевета. Источник клеветы нам известен, это Лубянка. Там рождается вся клевета на человека. Ложные обвинения и так далее, и так далее, и так далее. Как только человек отклонился, вот это же политик, на него сразу дела, у него заводятся дела, и вот эта клевета про него распространяется. Самая несусветная клевета. Вот виды, какие клеветы. Ложные свидетельства до него в суде. Ну, это на Иисуса Христа тоже начинали. Это же известно было со времен Иисуса Христа, его же обвиняли, чего-то только не обвиняли, что он и власть хочет захватить, и все такое прочее. Что он такой вот, первосвященников оскорбляет, власть хочет захватить против Рима, чтобы налоги не платили в Рим, и так далее, и так далее. Это была сплошная клевета. Но доказать они ничего не могли, вот это обвинение-то. Но тем не менее, вот тяжкие вот эти обвинения были, к чему привели, к распятию Христа на кресте. Сейчас тоже очень много просто невинных людей страдают вот от этой клеветы. А действительно, которые должны быть осуждены, они освобождаются от всех этих, потому что они нужные люди, они же нам попутчики, они платили нам взросы. Едину Россию и в это. И это же началось при социализме, что там же было. Там член партии, если совершит уголовные даже преступления, проворуется там и так далее, и так далее, вплоть до того, что кого-нибудь убьет там. Его не могут судить. Его не судят. Его исключают сначала из партии. А поскольку там было негласное такое пропис, что два раза за одно и то же человек не может быть наказан, то уже вот это наказание, исключение из партии, и считается, и все. И дальше он уже освобожается отсюда и слит все. Ну, правда, его понижают там должность, он работает уже там каким-нибудь дворником или где-нибудь слесарит, или токарит, или в шахте, или где. Но он на свободе. А должен быть сидеть людьми. То есть люди уже делились на номенклатуру и простых. То есть если номенклатура совершит, то это подлец, то это свой подлец. И другой вопрос, что и сейчас, и тогда было, чиновники не платят налоги. Зарплата чиновников не облагалась налогом. То есть они уже считались выше, поэтому они все зазнались. Ему уже, как говорит, социализм стал поперек. Так же, значит, вот сейчас они не платят. И еще, плюс еще, дармояд добавился варвар с бородой. Он тоже собственность-то прихватывает, а налоги-то он не платит, этот гундяев. То есть вот опять он элита, он святой. И у нас вот целые святые, это святой такой, святой такой. Но повторяю еще раз, святой только Бог, только один на свете. Никого мы не можем назначить святым, если не будет на это особого распоряжения Божьего-то. Но в принципе не может на земле появиться святой. Потому что очень редко они. Вот, допустим, Иоанн Креститель. Их просто по пальцам посчитать. И пророки были вот раньше. Последний пророк, вот Иоанн Креститель. Все. А больше кто там? Те, которые в Библии упомянуты, апостолы, антипопергамские, там по именам названы в Евангелии. Вот эти, они были, а те, которые уже позже стали святыми, они не могут бы считаться святыми. Почему? Потому что вот они, Папа Римский, мы знаем, чем они занимаются. Чем гундяев занимается, мы знаем. Какими имущественными вопросами он занимается. Чисто материальный человек. Он не духовный, он душевный человек. И чисто материальный у него основа. Так же и все вот иерархи. Нет, тут там святых. Вот хоть иконы там рисуют и все, но это только единицы из них, только святые. Вот. А мы этим спекулируем и этим ужжем. Вот уж ложь. А в результате какие святые? Вот Грозовский, вот он святой тоже там. Он священнослужитель, священный, священнослужитель. Это уже слово святое замешано тут. Служитель, священник, священник, служитель. О, уже он священник, значит, он освящает все грехи. А он чем занимался-то? Он девушек дефлорировал, там, десятками. Вот этот Грозовский. Сейчас он под следствием. А другие батюшки, они просто на машинах и любят кататься, избивать людей. Вот такие дела. Или захватывать в собственности хорошую. Как же вот этот храм сейчас в Петербурге, это можно отнести как бандитская приватизация общенародного культурных ценностей. Бандитская. Потому что с чем связан был Гундяев? Про него же дело-то не открыто, про Гундяева. Как он спекуляцией занимался, табаком, вином. Ведь об этом говорит Невзоров. Невзоров же был, тоже в священниках работал. Здесь ленинградский обозреватель. Александр Невзоров уже разоблачает Гундяева. Как преступника, уголовного преступника. И который сейчас занимается спекуляцией нефтью. Вот он такую же функцию выполняет, как Навальный. Только Навальный он критикует вот этих всех собственников. Но сам он тоже дворцы имеет во Франции. Дворец имеет. А этот наоборот апологетик. Он хвалит власть. Но тоже тем же занимается тем и Навальный. То есть по-всячески обогащает вот эту вот фактически себя и верхушку вот эту церковную. Вот это ложь. Двойные стандарты. Политика двойных стандартов. Уже свидетельства мы рассмотрели. Оправдание присяжного в суде виновного. Будто бы по человеколюбию и по другим предлогам. Да, вот присяжных-то легко там разжалобить и так далее. Вот у человека, вот он же священник. Ну подумаешь, он там четырех человек сбил. Но он же скольким людям отпускал грехи. Сколько он пользы-то принес. Вот он дал там три копейки тому, три копейки тому дал нищему. И все это надо учесть. И в результате, получается, освобождается преступник от уголовной ответственности. А просто иногда подкупает этих присяжных. Кстати говоря, вот у нас это, по лжесвидетельству, сейчас детектор уже имеется. Но им, правда, почему-то не хотят пользоваться. Потому что так даже правда, ну правда не нужна в юриспруденции. Мы же знаем, что откуда произошла возникация. От слова ложь. Чтобы оправдать виновного и завинить невиновного. Вот так уж, как Иисус Христа завиняли. А сами оправдывались своего этого. Иуду из Кариотского они оправдывали. Так. Запирательство перед судом. Преступление. И когда при явных уликах и напротив принятие на себя небывалой вины. То есть вот запирается человек. Ну сейчас вот Навальный. Он ее не воровал. Там адвокаты все работают. Все не воровал. И этот лес. Ну это трудно поверить. Просто как полея, уже будучи политиком, вот уже ни вором быть не может. Как говорится. Тут вещи, они нераздельные. Где-то, но обязательно он лоббирует. Или он сам, или лоббирует. Ему за лоббизм, за этот вот какой-то навар идет. Компромат есть на всех. По крайней мере там, на Лубянке. Это да. А с другой стороны, вот завиняем себя. Вот человек это, да, вот я вот это. Боится человек наследствия. Там ему угрожают. Ну, у нас же эти силовики-то, они сильные. Значит, морду могут набить и бутылку в задницу засунуть. Ну, человек испугается. Да, я подпишу, я виноват. А он на самом деле не виноват. Но это тоже грех. Вот так же вот при Сталине, вот Вышинский там, как же вот, Вышинский считал. Если человек дал признательные показания, то это уже доказательство его вины. Это был такой принцип юриспруденции этого Вышинского. На основании этого в расстрел шли тысячи. А это признание было выбито палками. Многие, конечно, некоторые устояли. Допустим, там вот и некоторые маршалы там. Ну, этот. Кто там у нас был маршал-то? Ну, здесь было про маршалов лекции. И там было сказано, что этого маршала кинули туда матросскую тишину. Там его там все зубы выбили, все кости переломали. Но он не сознался, ничего на себя не подписал. А война началась, его вынуждены были выпустить. Все. Он не дал признательных. А многие же дали, а многие же дали показания, свидетельствия, показания. И тем самым против себя оговорили себя. И в результате этого они попали под расстрел. А это тоже грех. Хотя они вот были расстреляны, все равно они будут там отвечать. Полное сложение себя вины своей на невиновное лицо при поводе к тому. Табуреткин. Вот, пожалуйста, министр бывшей обороны. Я уже его... Даже и фамилию его никто не знает. Его просто знают как Табуреткина. И этот Табуреткин, он все на своих девочек сложил. Одна из них попала, сидела в тюрьме, там года два, правда, ее выпустили. А вторая под домашним арефом рисовала красные тапочки. Картины рисовала. Розовые тапочки. Вот он... А явно я не виноват. Я это не знал. Я доверил вот этим вот людям. Но я не знал, что они это творят. Ну, это тоже преступление. Ложный донос. О! Вот ложный донос это было при Сталине, это сплошь и рядом было. По ложным доносам сразу забирали. И 10 лет без права переписки никто ничего не разбирался. Потому что в Москве особенно там вот эти квартиры нужны были. И отнимали элитные квартиры. И вот этих элитных людей запихивали все по ложным доносам. А сейчас что-то же ложных доносов полно. Вот. Даже вот эти, которые сбежали, ложные свидетельства там на Украине дают. По вопросу вот этого Януковича и так далее. Это тоже не доказано, уже свидетельство называется. Тяжбы. А тяжбы это когда брат с братом. Вот дом делят, брат с братом судятся и до смертоубивства доходят. Или сестра с братом за имущество. Или родители с детьми, дети с родителями и так далее. Вот это тяжбы. Ябеды или наушничество. И благоговение, благословение, как говорится, благоговение к наушникам. Но это с детства начинается. Вот в школе учителя любят людей, деток, которые им на ушко шепчут. А вот Петя вот это сказал, Петя вот это сделал. А вот этот. Вот такой вот же получает пятерки. Он хороший, все его гладит по головке. Он молодец. А дальше он вырастает уже в наушниках такого доносителя. Которых, в общем-то, мало кто уважает. Посеяние вражды и раздора между кем-либо. Вот эти наушники они и это. А клевещут заведомо, а клевещут вот это то, да сё, пятое, десятое. Как вот. Был такой вот Пригов. Ну, мало кто знает, я объясню. При советской власти времена это типа Андроповские времена. И даже, может быть, кто был до Андропова, да, Серов. Вот в эти времена, значит, Серовский, Пригов появился такой в Москве. Проискатель, правдоруб, он видит, что полностью люди, ну, невоспитанные совершенно люди в Москве. Чем они воспитаны? Они, допустим, плюют мимо урна, окульки бросают мимо урна. Там ругается матом на ходу, там сквернословят. И дома тоже творят, соседям мешают, курят везде, окуривают. Вот он, значит, решил бороться своими силами с этим общественным злом. Он начал писать воззвания типа лозунги. Ребята, не бросайте, не плюйте, всё, в чистоте будем содержать. Вот, и эти лозунги он приклеивал к столбам на остобусных остановках, где собираются люди и читают, вот, чтобы не бросайте окульки, соблюзайте чистоту. Вот такие простые он вещи, житейские. Таким образом он хоть что-то пытался сделать для улучшения нравственности нашей. Так это самое, первое КГБ на него, этот, схватились за него, всё, в тюрьму бросили сразу же. А почему? Долго узнавали там, на какой машинке он печатал, да какой шрифт, отпечатки пальцев снимали, всё такое прочее. И в конце концов схватили, и это упрыгнуло. И привели, значит, запрос. А ты почему, говорит, это без спроса, говорит, вешаешь эти объявления? А может быть тут у тебя шифровка какой для иностранного врага? А при этом Пеньковский-то работал там уже десятки лет. Там Пеньковский, потом этот, что ещё-то там был, Поляков, а этот был ещё Калугин, там тоже наблюдался у него, у этого Серова, под руководством. Все 12 или 15 генерал-полковников ФСБ на Лубянке оказались предателями. И вот они схватили эту упрыгнуло, и всё для того, чтобы себе навесить эти погоны, они его оформили иностранным шпионом. Также сейчас у нас вот ложное свидетельство, какая-то бабка СМС-ку послала. СМС-ку послала, там её или по телефону бабка позвонила, да ей за 70 лет этой бабки. Ей звонят из Украины. А правда, что ли, у вас тут вот, слышал, там танки идут по улице. Она говорит, да, танки идут. Всё, её сразу, всё в отростку тишину, эту бабку. Это уже сейчас, не знаю, вот буквально месяц, несколько месяцев назад. Она открыла какую-то тайну. Ну, сейчас же вот разъясняют юристы, вот Екатерина Шульман, такая умная, могу её порекомендовать, как она выступает хорошо. Она говорит, она же не подписывалась под этой тайной, это бабка-то. Она не имела права знать никакую тайну. А то, что она видит на улице, передать это, это не тайну не составляет. Это все видят. То, что все общеизвестно, это не тайна. И, в общем, бабку вынуждены были освободить. Ну, хотя они уже хотели себе навешивать палку. Звёздочки получили за эту бабку-то, наверное. Как же они это узнали, это расшифровали по телефону, система сработала. Всё, порядок. Вот это посеяние вражды, это, ну, это я про это сказал. Вот и сеется таким образом вражда. Хотя бабка тоже не права. Сообщение третьему лицу слышанной, но непроверенной вести о ближнем. Ну, это мы вот всё время вот это. В интернете особенно всё время. Вот там этот, ну, кто ведёт поле чудеса. Вот я его и фамилию забыл. Но всё время пишутся вот фамилии. Он при смерти. Всё. И это сплошняком, сплошняком, сплошняком. То есть вот объявления такие. Этот помер, этот при смерти. А он ведёт вон передачу. Это тоже вот какая-то вот информация третьего лица. Непроверенной худой вести о ближнем. Это явный такой вот пример. Вот так же, как вот легкомысленное доверие ко всякому слуху о человеке. И отсюда предвеждение против него. Ну, вот. У нас любят здесь тоже в интернете право первых лиц. Вот слухи там. У Путина триллионы находятся за границей. Мы же не проверяли, потому что под судом не было. Суд только может признать Путина виновным, что он миллиарды украл. А у нас это в интернете запросто распространяется. Также про его, значит, эти личные качества и про первых лиц и так далее. Это всё непроверено. Никто это же не знал. И в суде они не осуждены. Осуждение ближнего своего не по праву. Вот может судить кто только. Вот родители и суд. И Бог. Вот родители, суд и Бог. Всё. А у нас начальник любой. Он тебе может осудить. Взять возьмите. Генерал может осудить там своих подчинённых. Бросить его на суд. И вот осуждает повсеместно и так далее. Любой даже мелкий ефрейтор тоже может тебя осудить. Не старайтесь защитить человека от клеветы, когда невинность его известна. Вот никто не старался защитить эту бабку, которую микрозай взяла по 2000 процентов на неё накрутили. Никто не старался. Только каким-то чудом это она вышла на это всё на СМИ. Это вышло и где-то там просочилась эта правда. Дошло вот это до людей. Без нужды открытия худой тайны и жизни умершего в лица. Ну вот мы это перебираем. Вот Хрущёв был такой, этот Сталин был такой. Он жену свою убил. Там жена у него застрелилась. Он был параноик. Это сказал этот самый Бехтерев, академик Бехтерев, который его обследовал. И вышел, его когда спросили, ну как диагноз товарищ Сталин, он говорит, типичный параноик. Всё. После этого Бехтерев не стал. То есть он открыл врачебную тайну. Открыл даже он, ещё Сталин не умер, а он открыл про него это. А дальше мы ещё вот эту тайну врачебную, что вот Ленин был сифилитик, у него был сифилис мозга. У него там от мозга ничего нет. А в институте мозга, пожалуйста, Ленинский целиком мозг, он как кусочки колбасы нарезанный хранится. То есть клевету распространяли уже при советской власти против Ленина. Изличная мнительность или подозрение на других безоснований. Ну это всех окинем грозным взглядом, всех на мушку мы возьмём. Это из гимн, гимн был наркоману дело, наркоману внутренних дел. Вот там, вот, враг силён, мы сильней. Всех окинем грозным взглядом, всех на мушку, всех на мушку мы возьмём. То есть независимо от того, виновным, виновным, а методом исключения будем работать. Предположение о человеке благочестивом по поводу особенного несчастья с ним или... А, ну вот это тоже объясню простыми словами, что... Вот допустим, ну что, там попал кто-то в катастрофу. Ну вот попали вот эти вот ансамбли Боисеева. Там была такая медицинская, как вот, крупная работница. И вот эти вот, по силу, уже у нас уважаемые люди все попали. Так мы как судим? Значит, они были грешные. Вот, что они так попали, вот такой беду-то. Но это ещё не говорит о том, что... Бывает, что человек попадает в беду не по своей его вине, а по вине ближнего. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. А у нас часто это бывает, что вот с человеком беда, а мы всё... На него это свалим, значит, он грешный был. О! Напрасное беспокоение чего-либо духа противным разговором или неосновательным замечанием или упрёком. И упрёком. Ну, здесь мы просто, как говорится, недовольство чего-то, вот, не так выглядит, хромает этот вот, у этого очкарик, этот тот. И вот, ну, ко всему цепляемся, как старые бабки там. Всё это вот цепляемся, и вечно мы всем недовольны. Как бомж на помойке. Излишнее смущение кого-либо собственным духом от клевет и от того, что имеет он много напрасных врагов. А, ну, это мы смущаем. Вот у тебя эти враги, там эти кубомные нас окружают враги и так далее. Вот это мы всё в СМИ, это мы слышим. Вот у нас нет только армии и флота, у нас больше других нет друзей. Вот вы вкладываете в армию и во флот, и будете, значит, спокойно, как говорится, жевать гуана. Брань на ближнего. Вот какие виды брания на ближнего бывает. Личное бесчестье ближнему на словах, а также в письме или другим каким образом. Ну, это вот взять, вот почему вот Немцов погиб. Он же перед гибелью выступал на радио. И матерными словами первое лицо государства полива. А это разве допустимо? Это свинья только делает так. Он, как говорится, сейчас вот будет годовщина, но тогда он был неправ перед этим. Конечно, может быть, убили его не за это, но он поступил по-свински. Так нельзя по радио заявлять про первое лицо. Надо политецам показать, что это вежливый, культурный человек. А матом первое лицо не посылают, какое бы оно ни было. Ну, мало ли какой там у нас Буньяев. Мы его с уважением, Буньяев, вот и Буньяев, и все. Господин, печатная гласность о ком-либо преувеличенном и извращенном виде. Ну, это у нас даже вот про этих вот перебежчиков. Это явно перегибает палку уже там и так далее. Суда еще не было, их уже тоже во всех. Сейчас поиск к ним идет, а потом будет суд, тогда можно будет. И то, осужденного-то и то осуждать дальше нельзя. Двойное наказание. Насмешливый над ближним характером. Ну, это у нас вот сплошняком смотришь по телевизору, и все смехотворство вот это вот идет. Вот Петросяны все вот эти, потом Задовы вот эти, как он, Задорновы. Они все время насмехаются. Вот эти дураки, эти американцы такие дураки, и вот эти дураки, или вот Шьяндорович. Шьяндорович, он все время насмехается. И другие тоже. Посмеяние над чем-либо уродством. Ну, это вообще никакой ворота не лезет. Ну, это надо сочувствовать, соболезновать, в принципе, тому. Мы иногда это делаем, ну, как вот, особенно, когда детки. А был же такой случай, вот, библейский, это описывает случай, когда шел праведник через село. А праведник был он такой горбатенький, хроменький, старенький, с бородой. И детишки начали над ним насмехаться, его передрахнили. Ну, он повернулся и, как говорится, проклял этих детишек. Хотя это тоже не положено проклинать никого. Ну, там так написано. Проклял этих детишек, значит, село прошло, и из леса вышла медведьца и задрала всех этих детишек. Вот он тут и так, и так можно понимать. Но это как бы в назидании того, что нельзя смеяться над старыми, над больными, над уличными людьми. Неприветливость во вхождении по высокомерию или только по привычной и сознательной грубости. Ну, эту грубость мы уже видели, как этот... Даже он сам понял, что раскаивается вот этот баранец по радио, даже он грубо очень с радиослушателями в прямом эфире общался. Даже сам вынужден был извиняться. Это, в частности, военные свойственно, поэтому там дедовщина. И свойственно вообще высокомерным таким начальникам, которые утонченные эгоисты. Ну, типа вот генералов всех. Взять даже до эфрейтора. Особенно кто власть имеет, вот кто имеет дубинку и так далее, он тебе будет вправить мозги. Слишком свободное обращение с другими. Ну, это мы как бы из-за панибрата считаем. Вот такой. Ага, вот на ты. Без всякого основания. Так же, как вот этот вот... У нас есть министр внутренних дел, как он называется, Лаврок. Он там... Он слишком свободно там обращался с ребятами. Даже Кофиану, ну, он вставил, как говорится, пистон. Когда он ему сделал замечание, что здание он курить-то нельзя. А он говорит, это не твое здание. Ну, вот это вот слишком вольное обращение. Как говорится, не на своей территории. Не совсем своей. Привычка спорить. Ну, это мы гораздо поспорить. А у нас по телевизору даже такие шоу, вот они чуть не до драки там, до драки доходят, вот спорят друг с другом. Там Соловьев любит, Татарин к барьеру. И они там у него начинают дерутся. Там Хаббат и так далее. Против Хаббат, против мусульмана, мусульманы против Хаббата. И вот Соловьев это любит выступать. Устраивать бои такие вот эти вот. По телевизору. Что вообще-то является уже само по себе грехом такие передачи вести. Разжигающие страсти. Так же и на радио Комсомольской правде. Там, как говорится, мы вас заведем до такого, чтобы вы будете рвать и метать. Ну, то есть, как вот собак вот эти вот. Злят специально, злят, чтобы собаки злее были. Так вот сейчас у нас такая технология над народом издеваться через радио, телевидение и так далее. Злить народ. Привязчивый к словам ближнего с целью завинить его. Ну, это... Вот ты это сказал. Ты же это же сказал. Сказал. Вот. Слово-то к делу не пришнешь. Вот и Толстого Льва Николаевича можно завинить вполне. Он же говорил, что Шекспир это вообще не писатель. Он только там для какого-то пару-тройку человек пишет. Для царя и для его министра. А для простых людей Шекспир был никуда не годный человек. Так же про Чайковского. Ну, что это за композитор там от Слаща вы это? Вот там эти композиторы. Гендель. Он в музыке-то разбирался, Толстой. Но иногда у него Зикидоны были. Или, допустим, Пушкин. Ну, какой Пушкин поэт? Вот. Тютчев это поэт. Лермонтов поэт. Ну, а Пушкин третий сорт поэт-то. Что он там написал? Зима крестьянин торжествует. На дробях обновляет путь. Это же вся чушь сплошная. Вот. А с другой стороны, можно было бы его обвинить. А с другой стороны, он сам говорит, что вы цепляетесь к моим всем словам. И на основании, вот, что старый дурак скажет, вы все цепляетесь и делаете мне из-за этого характеристику, из-за этих слова. Потому что я могу сегодня сказать одно, а завтра другое. Я же, говорит, старый дурак. Ну, он не так, конечно, себя. Но говорит, что нельзя прицепляться, у меня настроение бывает разное. А у этих писак, борзописцев, каждое слово. Вот этот сказал то, этот сказал то. И сразу же все по радио, по телевидению. Там, вот, Трамп сказал, отдай Крым. А Трамп, он же не подумал, что сказал. Потому что он перед этим встречался с Натаньяху. Ну, ему бы надо было с ним про Крым-то говорить. А что он там, в Москве претензии какие-то предъявляет. Ясно, для кого Крым-то он зачищается. Израиль переедет. Там жарко будет. Климат, не климат. Израиль сюда, в Крым переедет. Так что, Трамп-то тоже нельзя судить по этим, по словам. Вот, ляпнул где-то там. А потом, может, ему разъяснят грамотные-то советники, что что ты против Израиля-то прешь, хотя у тебя дружба-то с Израилем-то. Что ж ты, как говорится, тянешь? Кому Крым-то отдать-то? Ну, давай, отдай кому-то, мусульманам. Ну, туркам отдай. Ложь на глазах и упорная. Это характерно для всех политиков. То есть, они лгут. Это сами себя хвалят только так. Любая пресс-конференция, особенно представители Единой России, представители хоть исполнительных, хоть любой, это сплошная, одна ложь сплошная. И наглая причем ложь. И самого схваления. Вот это все. Обман в шутку. Ну, это вот передача была такая по телевизору, розыгрыш назывался. А это грех, нельзя так. Человек может даже от этого, как Кондратий, схватит его от этого розыгрыша. Вот, и что может получиться. Ложь по нужде или, как говорят, во спасение. О! Вот здесь очень важно. Здесь протеерею направдывает. Ложь во спасение души. Ну, а почему в православии это дало течь в 17-м году? У нас. Кривославное оно. Оно допускало ложь во спасение души. Вот это католический подход. Там же иезуитство, оно же состоит из сплошной лжи. Но это выдается, как для спасения души. Вот эти потаенные комнаты, все эти, эти, масонские, там сплошная ложь одна. Но для спасения души. А в Евангелии-то сказано, вот, Катя, я же говорил, отец лжи – это лукавый. Избави нас от лукавого. То есть от лжи. Неположительность слова или суждение об одном и том же предмете. То есть, имеется в виду, здесь опять старинно, по-старинному объяснить. То есть, воякое суждение об одном и том же. Вот с одной стороны мы говорим, что Иван Грозный был изверг. Он изстребил много народу. Так же, как Владимир грязно-солнушко, вот это, который крестил Русь. Он две трети населения изничтожил. Две трети славянских племен изничтожил. Так же вот Ольга тоже была жестокая вот эта его бабка. И вот мы их, с одной стороны, говорим, вот они были такие хорошие, вот они и это сделали, и это сделали. А с другой стороны, мы говорим, что вот оно, вот это вот. Это не так, это не так, то не так, то не так. То есть не даем мы полную интегрированную такую характеристику. Что, где была польза, и где был гуманизм, и где его гуманизма не было. А была именно борьба за власть, борьба за за дешевство. Вот. И за собственную шкуру оправдание себя перед другими при полном сознании в душе своей вины. Ну, это так же и на суде, и без суда вот оправдываются так все вот, особенно вот зюгановцы вот эти любят оправдываться, они все оправдают, они все репрессии оправдают, то да все оказывается, оказывается, если бы Сталин не сделал этих репрессий, мы бы войну бы не выиграли. То есть, если бы не было голода на Волге, если бы не было репрессий на Украине, то мы бы войну бы не выиграли. Может быть, мы его вообще в неделю бы выиграли, если бы не было репрессий. Сколько людей положительно помечтожно было при Сталине. А у нас договариваются, да, это вот. Сталин хороший хозяйственник, он сделал вот это, это и это. за счет чего? За счет полного обнищания народа. Ну что, если ваш покорный слуга до первого класса бы я босиком ходил. Ну просто обуви было, но экономили летом на обуви даже, потому что купить даже тапочки, а больше поросиновые тапочки давали очень редко, и надо было рано-рано вставать и ехать в другой город, в магазин, чтобы купить эти тапочки. Вот. Вот за счет этого, это же было, какой год, уже 50-е, бомба уже почти была на исходе. Уже ракета была запущена в 49-м году, что ли, первая, под атомную бомбу, которая была. Вот таким образом тоже клевета об оправдании того, что, в принципе, неоправдуемо. Неискренний отзыв о другом, когда требует ответа. Ну, вот мы отзываемся неискренне. Допустим, вот сейчас диссернет требует ответа по Мединскому, министру культуры, что у нее диссертация равна нулю, то есть нету там диссертации, а какая-то чушь написана вместо диссертации, докторской. То есть буквально школьник даже может определить, что там пустота, как говорится. Чапаев и пустота. Это и диссертация. Мединская и пустота. И тем не менее, вот сейчас рассмотрел совет МГУ, оказывается, диссертация Мединская вся хорошая, докторская. Вот это и это МГУ. Ну, кстати, МГУ сейчас не авторитет. Лженаука. Пожалуйста, это уже наука. Ну, там же в МГУ есть такой вот, который с кулачом, с сыном. И эти два шарлатана, они разливают в пузыречки воды и продают их по 500, по 600 рублей маленький пузыречек в 5 грамм. И говорят, что это чудесное снадобие для укрепления зрения. Для вообще человек начинает видеть все такое прочее. Вот шарлатана в МГУ. Поэтому они отзывы своему этому Мединскому дают хорошую. Почему? Потому что он такой же свой ихний человек. Шарлатан. Уже ученый. Вот уже ученые, допустим, там собрались такие. И они вот дают такие отзывы. Двусмысленная улыбка при разговоре о ком-либо возбуждающей подозрении относительно этого человека. Вот даже двусмысленно улыбнуться. Ага, это, мы этого знаем, товарищ. И вот уже двусмысленные. Неизъявление сочувствия и почтения человеку, которого напрасно не любят или теснят. Ну, кого у нас не любят-то сейчас теснят-то? По-моему, это любого пенсионера. А мы называем, как их пенсионерство? Пеньки эти. Там даже ходят на квартирах, душат этих пенсионеров. Уже это стало массовый характер. Выискивают одинок пенсионеров, задушают их, говорится, и завладевают их имуществом. И так далее. Ну, вот это сложно никому, что обуважении там пенсионерных людей это вообще поминей. Если вот бабушка там хлебушку взяла в магазине и чаю пакетик, а бабушке уже сколько там 70-80 лет. Ее сейчас 6 лет ей дают. Уже прокурор 6 лет ей корячит. Этой бабушке. Она кушать хочет, бабушка. Ну, пенсии-то какие-то. Я же вам рассказывал, какие цены, какие пенсии. неисполнение данного слова в свое время. Это относительно данных обещаний ближнему. Ну, у нас многие чего обещают. Особенно там сверху у нас такая лошадь идет. Нам коммунизм обещали к 80-му году. Вот. Дальше нам обещали по две машины в 91-м году Чубайс по две машины каждой по две Волги. Вот. Тоже это обещал. Потом, значит, вот обещать сейчас вот каждому по ветерану по квартире. Ветерану даже нету в этом роде. Дальше обещают вот кризис закончится. Вот мы рост промышленности пойдет. Что мы от нефти отвяжемся. И что мы офшоры все возвратим. Вот нам что-нибудь недавно обещали. А шоруши все придут сюда. Да нет, они там только увеличиваются. Ну, вот мы только с долгами расплачиваемся. Ну, нам-то никто долги не возвращает назад. Он прощает долги-то от имени народа, человек, поставленный неизвестный кем, он прощает долги-то. то есть, то, что у нас взяли все и передали туда, безвозмездно все прощается. А сам он платит, то есть, он чего занял для нас, то он сам выплачивает, опять же, с общего кошелька народа. То есть, и плюс ценные бумаги американские поддерживают, а американскую промышленность продолжают. И сейчас вот этот рубль немножко поднял. Он для чего поднял рубль-то это? Поддержать Трампа. Местный экспорт немножко задавить, а немножко поднять Трампа выгоднее. Тогда американские вот эти вот скороварки вот эти продают, всякое барахло, которое вон валяется, вон оно, пользоваться невозможно этими всякими тефариями скороварками. Один раз если кашу сварит, потом плюнут тысячи раз на эту скороварку. И другие товары там вот эти дайсоны, пылесосы, их большие деньги. Вот это он поддерживает. И компьютеры, чтобы дешевле, лучше они продавались. Не исполнение и совсем обещание. Ну вот коммунизм нам обещали, все не исполнили. Сейчас чего нам обещают войну? Обещают, что вот войну будут постепенно удушить нас, медленно удушить, не так, чтобы... А вот инфляция будет, но все меньше будет инфляция. То есть будем душить, но не так сильно будем душить. А вот сейчас пять процентов, не пять, там пятьдесят, ну пять там по их славам, это же тоже ложь. Вот проценты я же говорил, слово процентов все, это первый оселок, лаконцева бумажка, слово процентов значит жулик с вами разговаривает. А воздержание языка, вот это мне, прям мне, празднословие и болтливость. Ох, по радио. Сейчас до того мужики, они быстрее баб стали разговаривать, вот эти дикторы. Это такие тараторки, такие грандочихи эти мужики. Я думаю, вот их языками бы эти гвозди заколачивать. Вот было бы у нас строительство как бы хорошо. И клеить обои их языками. Вот красота была. Разнословие и болтливость. И слава лады порожняк, гонят все порожняк. Вот по всем массовым информациям. Мы не будем этим заниматься. Этим мы все страдаем, особенно я. Безвременный и чрезмерный смех. Ну, это детское такое. И раз и заржем. Палец вот так вот нам покажи, и мы будем смеяться полдня. Так Владимир или сделал в конце жизни, он болел, и там повар луковицу уродит, и он может часами смеяться над этим делом. Пустые или суеверные по содержанию басни и сказки. Ну, в басне, конечно, эти сказки, потому что они мудрость народная. Это для протеереи, это, конечно, пустой дел. здесь я с ним не согласен. Пустые басни не бывают, они очень содержательные. И басни, и сказки. Самохвальство вообще и случайными какими-либо преимуществами, особенно перед новыми лицами. Ну, это как Казь Бабрутков говорил, козыряй, козыряй. Мы вот это подняли, мы вот это у нас ваше настроение, вот мы счетчиков воды напроизвели, а это их все скручивают эти счетчики воды, кто хочет их скручивать. Но зато мы напроизвели их на 0,1% больше, чем в прошлом году. Потом мы еще чего-нибудь ненужного произвели. Или там вот этих ракет вот мы напроизвели много, и вот мы хвастаемся перед бронными и так далее, вот такие у нас достижения. Или там мост какой-то мы залепили, и всех туда везем на этот мост, на остров русский, показуха. И вот мы хвастаемся показухой. Или Олимпиаду мы такую заброхали, там столько туда вмазали денег, это ужасно. Или космодром, вот так напилили этот космодром, хорошо, да у нас все теперь по дворцу имеют в Ницце, или там в Америке. Вот мы хвастаемся тем самым своим богатством. Вот купили машину новую, катаемся, мерседес, команду купили, яхта, пароход, не заботились о своем добром имени, или же напротив, лишняя забота о нем. Ну это пожалуйста мы даже с высших нас, наших которые называют себя первосвященниками, мы доброе имя свое наплевали, на все эти законы церковные плевали, и мы едем на поклонение к Папе Юскому. Мы там опустили хвост, поджали и целуем ручки Папе Юскому. Все. А на свое на это мы все и наплевали. Вот о добром имени даже имя доброе наше не во всех церквях поминает за здравие это его. У меня это есть это и собирается уже собор церковный снизу, снизу собирается, чтобы осудить его полностью, потому что ему год дали на исправление. Он не исправился по-прежнему, захват ведет этих храмов и так далее, и так далее. И экубенизмом занимается. И в этот храм хочет затащить неизвестно кого. вот это не заботимся своим наплевать нам, а мы хорошо живем, вот у нас там дворец, тут дворец, там нас принимать, тут принимать. Мы своей вот этой шаечкой живем, а на эти все нижние там верующих, которые внизу, мы начали глубоко наплевать. У нас вот есть своя паства, и мы ее дуем. И плюс бюджет еще нам дают, залазит бюджет, и дают просто задаром вот эти такие произведения искусства просто задаром, которые народ корячился, делал, это неизвестные в то же время масонные теканщики, неизвестные тружинки. Вот. Или наоборот мы заботимся о своем, слишком забота о своем манине. Вот фотограф там сфотографировал нас с часами, с бригетом, и нам уже сделали замечание, что вот это у вас же часики, смотрите, сколько миллионов долларов стоят. Мы сразу дали команду заботимся своим именем стереть эти часики. Отображение этого на поверхности зеркала стекла осталось этих часиков. Вот известная забота о своем добром жизни. У нас часов теперь где-то. Мы замазываем на фотографии все. Или везде мы лезем по телевизору, везде мы такие слова говорим хорошие, но тем самым мы замазываем, отвлекаем от своих дел, от своих грязных дел, которые мы творим государственной общенародной собственностью. Нетерпение обличающей правды. вот да, вот когда обличает, мы не терпим вплоть до того, что противника убиваем. Ну, журналистку там убили одну, вторую, третью, прокуроров, ну, убивали там этих, корреспондентов, ну, убивали много. сейчас вот ни за что ни за что ни про что прямо в трусах вот этого Юрия Мухина взяли прямо на пляж в Сочи. И сейчас он сидит в тюрьме, не знаю, одели его или так в трусах сидит, ни за что ни про что. Это Юрий Мухин, который доказал, что американцы не летали на Луну. Ну, его за это, наверное, может, и взяли, не знаю. Он обличал эту неправду. И там другую неправду он обличал, другие вещи обличал. Ну, видимо, забрали. Хотя дел у него-то не было никаких противоправных дел. Там же в сути Квачков не задел и там сидит. Вот такие дела. Открытие тайны своей или чужой прежде времени или когда совсем не требуется это. Ну, своей тайны. У нас сейчас тайны нету. Какая у нас тайна-то? Тайны, слава Богу, у нас никакой нет. И даже государственной это нету. У нас сейчас сразу за границу идет. Любопытство к чужим письмам и бумагам. Ну, это у нас сплошняком, это было из древних времен. Еще Александр Македонский он когда в Индию то шел и он приказал. А письма то писали тогда солдаты, то уже писали письма на родину Македонию к себе, родители. Так и так вот у нас тут-то идем там-то кормят хреново, дедовщина и так далее. Он перехватывал эти письма и этих солдат, которые жалуются казнить Александр Македонский перед струней. Вот это перехват чужих письмов, что из этого лечет. Ну, ящики все вот эти почтовые тоже вскрывают, читают, интересно чужие письма и бумаги. Это у нас любят. Ну, тайные службы, может быть, им надо, но это все равно привычка, когда можно и так все узнать, без всяких бумаг, сейчас можно, сейчас бумаг не надо. Привычка подслушивать или подсматривать. Ну, это вот, как говорится, нехорошие люди, они приучают с детства вот возьмите большую рюмку, приставьте к стене и будете слышать, что соседи о чем говорят, как они вас там в складе. Особенно, когда в коммуналках раньше стенки тонкие, вот эту рюмку большую ставишь туда, к уху и получается хороший такой телефон. Вот, и слушай там, а сейчас кругом эти жучки и слышно все пожалуйста. Жучок поставил незаметный, он меньше горошина, там может зернышко какое, а уже передает хорошо. Или подслушив через стекло, лазер направляет невидимые излучения, колышется, стекло колышется, ну и слышим, что говорят в комнате. это такая привычка у нас нет. Ну, сейчас вот нам этот прояснил, послушал, через компьютер, через телефон, празднует дознание о слабых сторонах ближнего. до это у нас распространено, отчего вы этого, отчего вы этого, ах, вот он это, он туда ходил, туда, там он больной этим, больной тем, все это мы стараемся расспрашивать и рассказывать о новостях. У нас сейчас болезнь какая-то к этим новостям. Мы сразу включаем программу время, что там случилось, сколько убили, сколько завалило, какие землетрясения, сколько баллов, где экстремальная температура и так далее. Об улучшении своей речи или дара словесного, необдуманной или небрежной речи, нежели возглаголыши обдумать, то есть сначала обдумай, потом возглаголыши или говори, а мы нет, мы сразу реагируем резко. И чем быстрее мы реагируем, тем мы думаем, что мы такие умные очень. Не хотеть не ответить на что-либо письмо. Даже вот это грех, представляете? Там письмо напишешь, а с другой стороны иногда не надо. Вот полное письмо тут нам пишут по интернету, неизвестно кто. Открывать нельзя или там вирус получишь. Тут полка о двух концах. Письмо одно дело на бумаге, и то хорошо не читать, потому что многие же были люди отравлены через письмо, особенно вот высокопоставленные это люди. Раз там у тебя в ящике письмо, ты его берешь, открываешь, а там чудо-порошок какой-нибудь или такая какая-нибудь штучка, которую сейчас брата Теручем отравили. Вот это последний был грех из числа не уже свидетельствует. Мы рассмотрели вот этот девятый заповедь. Вкратце. Надо сказать, что каждая заповедь она очень существенная в совокупности. В общем, дает она две заповеди, которых мы в конце подытожим. И нам осталась только одна десятая заповедь. не завидовать. И мы ее в следующую субботу, если Бог даст, то же мы будем рассмотрим. Но во всяком случае ложь. У нас сейчас по всем СМИ идет одна ложь. Особенно в рекламах вот этих лекарств и так далее это насильственная зомбировка или призыв купить какой-то товар, о пользе этого товара, что вот кто-то полезный, кто-то не полезный. Это называется впендричивание какого-то товара при сомнительном его качестве. Ну, не говоря уже надо ко всем особенно когда политики. Вот если мы услышим процент, слово если услышим мы вот завтра будет лучше нам еще надо столько-то лет в таком-то году наступит улучшение значит здесь вас обманывают или допустим говорят что вот у нас же такие катаклизмы были вот у нас такие были пожары у нас тут воды нету там воды нету это все создает дополнительные проблемы у нас вот дороги плохие значит надо еще дополнительные средства кроме того то что мы украли вот то мы еще хотим украсть распилить на этих дорогах мы вводим этот платон и вводим платные дороги ну конечно мы их улучшать не будем ничего вот 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 увеличим на ЖКХ а пройти хуже чем деревни ходить по городу февраль кривые дорожки как говорится кругом уж ну правда видите мы идем даже вот дум вот мы сейчас придем в церковь там православные там мы помолимся вот там нам скажут правду ничего подобного там даже если правду так скажут что она она будет хуже лжи вам пока покажется там будет ложь ваше спасение спасение души вот таким образом но несмотря вот на этот пессимизм который здесь и это вот чувствую это же мой грех вот вся ложь это все эти запады я в основном сам каюсь в этом сам грешен в основном перед вами исповедую что вот я грешен вот в этих во всех грехах которые касаются лжи и всего такого получила и советую вам конечно что интересно вот когда вот про эту книгу я начал говорить и плейлист появился у нас по нравственности это по сути дела и смотрю просмотров то мало совершенно мало идет просмотров другие вещи технические смотрят хорошо а то что касается основу вот этого всего специалисты готовимся мы готовим себя как специалисты и мы должны на хорошей нравственной основе и только нравственной но если еще дальше копнуть морально этической вот эта вся основа должна быть у каждого специалиста раньше все это заменялось маршизмом ленинизмом была значит преподавалось вот ложный вот этот вот ложное учение ложная история этого учения не по-плехановски совершенно не по-плехановски и не по канонам социализма исторического социализма коммунизма а по законам от бланкизма вот этих революций и так далее ну и сейчас пытаются тоже раскачать общество нас мы дружи пытаются раскачать общество и вести его в состоянии войны с целью борьбы за власть завладеть вот эти вот ключевые чтобы налоги вот эти делить чтобы бюджет делить между собой если сейчас вот уже зависть появляется мы кругом ставим своих питерских кругом у нас кругом питерские стоят у других городов тоже хорошие люди есть и тоже хорошие братва такая же есть а даже тоже хочет немножко порулить бюджетом правда а тут вот на 20 лет взяли тут одни захватили питерцы и кругом сидят но это конечно невозможно и тут уже какая ложь какую победит и какая правда такую победит правду кривду всего вам доброго до свидания до следующей встречи